При подготовке этой книги мне пришлось учесть большое количество традиций, связанных с тем, как надо обращаться с рукописью, оставленной незавершенной к моменту смерти. Самое очевидное, с точки зрения ученого, подходящее альтернативой, было бы тщательно и скрупулезно подойти к тому, чтобы наши голоса были четко различимы. Чтобы в каждом случае редакторской правки была бы сноска или скобки, а в каждом случае, когда, по моему мнению, необходимо внести изменения, но приходится воздерживаться, ставить пометку «Яс». Но так как желанием Грегори было наше совместное завершение рукописи, я не стал оследовать проторенным маршрутам незаинтересованного стороннего редактора и по мере необходимости вносил в разделы небольшие исправления и изменения. Оригинал, вне сомнения, будет сохранен. Так что, если эта работа заслужит внимания, кто-нибудь в один прекрасный день сможет написать научное исследование о разнице между рукописью и печатным текстом, который включает наш общий труд. Я ограничу мою скрупулезность лишь сохранением источников. После некоторого колебания я решила не давать в виде приложения материалы, взятые из других работ Грегори, которые он мыслил для возможного использования в этой книге. Кое-что я опустила, и думаю, что это совпало бы с желаниями самого Грегори. Материалы, частично дублировавшие его предыдущие публикации, нередко сохранялись благодаря их вкладу в развитие доказательства. С другой стороны, я не была готова просто включить в текст мои дополнения и замечания, казавшиеся мне существенными, таким образом, чтобы читатель мог приписать их авторство Грегори. Это стало бы возвратом к роли переписчика, роли, в которой я выступала при создании «Разума и природы», внеся свой безымянный вклад в его работу, как это делали жены и дочери на протяжении столетий. Создание же этой книги само по себе стало проблемой экологии и эпистемологии, так как знания о Грегори были оформлены совершенно особым образом. Мне казалось важным при включении существенных дополнений сделать так, чтобы было ясно, эти дополнения, правильные или неверные, мои. Я остановилась на следующем способе – оформить их как разделы, выделенные квадратными скобками или в виде того, что Грегори называл металлогами. В течение примерно 40 лет Грегори использовал форму диалога отца с дочерью, вкладывая в уставоображаемой дочери извечный вопрос «Почему папа?» с тем, чтобы иметь возможность выразить свое собственное суждение. Около 20 лет мы действительно работали совместно, иногда запечатанными текстами, иногда это были диалоги в рамках конференций, а иногда добивались ясности, сидя за массивным дубовым столом в доме Бейтсона. Вымышленная личность, созданная Грегори и вначале включавшая только фрагментарные элементы наших взаимоотношений, становилась старше и одновременно превращалась в более реальное лицо. Дочь все больше становилась похожей на меня, я же моделировала свои отношения с Грегори, исходя из характера этого персонажа. Процесс этот был постепенным. Частью дилеммы, с которой я столкнулась при решении вопроса о материалах, оставленных Грегори, было то, что он никогда четко не определял свои действия по отношению ко мне. Он приписывал персонажу по имени Дочь слова, которые иногда были реальными, иногда воображаемыми, иногда вполне вероятными, а иногда совершенно несообразуемыми с теми, что я могла бы сказать. И вот сейчас, когда мне пришлось иметь дело с оставленной отцом неоконченной рукописью, я использовала накопленный опыт нашей с ним совместной работы и мое понимание затрагиваемых вопросов. Реплики отца в этих металлогах отражают сказанное о Грегори в других контекстах. Металлоги, употребленные в этой книге мною, такие же реальные и настолько же вымышленные, как и те, которые были составлены самим Грегори. Но в отличие от металлогов отца, мои не предназначались для самостоятельного существования. Тем не менее, представляется важным отметить, что отношение отец-дочь продолжает оставаться довольно точным средством постановки и обсуждения затрагиваемых вопросов, так как действует в качестве напоминания о том, что разговор всегда идет между интеллектом и чувством, связанным с общением внутри и между системами. Более того, в металлогах содержатся вопросы и ответы, которые я могла бы составить сама, если бы мы работали над рукописью вместе, а также такие вопросы и ответы, которые, по моему разумению, мог бы составить сам Грегори. Я также позволила себе несколько отойти от моей детской роли в металлогах и заговорить собственным голосом. Сверху стопки материалов, приготовленных Грегори для этой книги, лежал проект «Введение», один из его многих планируемых вариантов, который начинался следующим рассказом. В Англии моего детства каждый железнодорожный состав, прибывший на станцию после длительного пути, проверялся человек с молотком. У молотка была очень маленькая головка и очень длинная ручка, больше похожая на барабанную палочку. Он и на самом деле был предназначен для того, чтобы воспроизводить особую музыку. Человек с молотком шел вдоль всего состава, ударяя по каждой буксе. Проверка производилась с целью обнаружения трещин, в случае чего букса издала бы диссонирующий звук. Можно сказать, что проверке подвергалась целостность. Подобным же образом я старался простучать каждое предложение в книге на предмет обнаружения нарушения целостности. Чаще бывало легче услышать диссонирующий звук ложного сопротивления, чем сказать, какой гармонии я добивался. Как бы я хотел, чтобы во введении Грегори говорил о том, что сделал на самом деле, а не о том, к чему стремился. Отец работал в те неопределенные промежутки времени, когда приступы болезни сменялись временным облегчением. Он жил в изолене, в окружении хороших близких друзей, но испытывал недостаток в интеллектуальном сотрудничестве. Несмотря на то, что антикультура в 80-х годах утратила свой былой блеск, время от времени встречающиеся на нее ссылки Грегори заостряют ее разительный контраст, как бы подчеркивая ощущаемую отцом отчужденность от интересов меняющихся обитателей изолена. Грегори всегда было трудно найти нужные слова для вербального оформления идеи, но его образ жизни в последний период, без постоянного источника дохода, без надежных тылов, требовал от него продолжать повторение и перестановку в разных сочетаниях элементов его мыслительной продукции. Можно сказать, что он пел, чтобы заработать на ужин. Все это также означало, что Грегори, всегда умеренно относившийся к чтению, теперь еще больше, чем прежде, был отрезан от текущей научной работы. Он сочетал исключительно оригинальность с набором инструментария и информации, полученных 20 лет назад. В результате его поиски истины заставляют читателей заниматься собственным творческим синтезированием, сочетая присущую Грегори способность проникать в сущность с современными инструментариями и информацией, открытиями в науке опознаний, в молекулярной биологии и теории систем, которые все же находятся в зависимости от того интеллектуального вулькаризма, об опасности которого он предупреждал. Не существует способа, благодаря которому я могла бы превратить эту рукопись в то, о чем мечтал Грегори, и где-то я сомневаюсь, насколько это удалось бы самому Грегори или нам с ним вместе. Творение Грегори к моменту его кончины было в аморфном состоянии, замыслы не завершены. Но хотя высказанные им идеи еще не достигли полного расцвета, в них уже был скрыт огромный внутренний потенциал для дальнейшей разработки. Богатейшее наследство заключено также в вопросах, поставленных Грегори, и в способе их формулирования. Осенью, после завершения работы над разумом и природой, Грегори, живя в изолении, написал несколько стихотворений в манере белого стиха. Одно из них, как мне кажется, передает чувство, которое он попытался выразить в только что завершенной им работе. А возможно, в стихотворении проявились стремления Грегори в отношении работы задуманной. Рукопись Здесь сказано все ясно, читать межстрок напрасно, не напрягайте зрение, ведь нужен мне порядок, ни более, ни менее. Не мир, каков он есть, не мир, каким бы должен стать, а только точность, поставь правды. Я не злоупотребляю чувствами, не играю скрытым смыслом, не вызываю призрака давно забытых верований. Все это я оставляю проповеднику, гипнотизеру, терапевту и миссионеру. Они придут после меня и, используя то малое, что я сказал, расставят сети для тех, кому не нужен одинокий остров правды. Так как рукопись Грегори все-таки не соответствовала этому стремлению, я не могла прочитать ее так, как это рекомендовано стихотворением. Мне не представилось возможности избежать чтения между строк. На самом деле, это оказалось единственным способом, благодаря которому я смогла продолжить работу. Очень часто также, работая в контексте метадиалога, я намеренно допускала вызывание духов и прибегала к чувствам, то есть действовала в соответствии с языком самого Грегори. В его частолюбивые замыслы входило достижение педантичности, но зачастую он полагался на менее жесткие формы общения. Субтитры создавал DimaTorzok